Я решил записать лекцию по базам данных для студентов Иркутского государственного университета. Вот тема использования Django для... То есть мы просмотрим этапы подключения, импорта, если это возможно, структуры базы данных. То есть у нас и первоначально база данных уже имеется. Там может быть нет данных, но структуры определены. Вот. Также нам понадобится еще разработать, согласно заданию, набор процедур или функций для семантически корректного изменения набора данных в самой базе данных. То есть есть база данных, называется она здесь Test. Мы ее использовали при чтении предыдущей лекции физически. Вот в ней находятся две таблицы. Таблица Department. Вот ее структура представлена здесь. То есть есть первичный ключ Number, об этом говорит вот этот Constraint, ограничение, да, ну и название. И есть Employee, то есть человек, который где-то там работает в Департменте. Вот Департмент УИД, и что УИД это специальный тип данных в постгрессе, обозначающий, ну, некоторый глобальный, весьма вероятно, индивидуальный идентификатор. Ну, есть еще другие поля здесь. Ну, и вот по идее хотелось бы в рамках этой лекции, значит, как минимум подключиться и сгенерировать модели для джанги, да. Мы начнем буквально с нуля, и все строить. Предполагаю, что у нас есть виртуальная машина пайтона, есть установленный постгресс, есть некоторые права доступа. Вот, и к базе данных. Пользователь сконфигурирован, ну и так далее. Пользователь, как видите, the best student. Ну, необходимо начать. Будем также пользоваться шпаргалками, что, в принципе, упрощает несколько сам процесс. Я сам не являюсь любителем разрабатывать базы данных, но так как это классическая тема, федеральный курс, в общем-то, хотелось бы, да, чтобы у студентов была записанная лекция, они могли ее дома прослушивать. Так, ну я пока поищу, а потом подключусь снова. Ну вот, найдена страница, docs.jango.project.com и tutorial.nurldin. Ну, начинается с того, что нам нужно проверить, существует ли Django. Если нет, то надо установить. Установка делается стандартно. Вообще, по идее, найти бы какой-нибудь шаблон, значит, попробуем шаблон найти, из которого можно сгенерировать. Вот для пирамиды есть специальный такой генератор пакетов, cookie cutter называется. Сейчас посмотрим, может быть, есть и для Django. Ну, однако, есть. Ну-ка, сейчас попробуем запустить. Ура, сейчас попробуем. Так, нам нужно вообще откуда-то этот cookie cutter взять. Первым делом, вот, Python, Postgres, Redis. Redis это вообще кэш, обычно на нем делают. А, ну да. Значит, у меня уже виртуальная машина есть, которая в Венф. и поэтому я сейчас ее просто привяжу к текущему директорию, и в нем уже буду создавать Django Project. Так, пиенф. 3.11.1, да, у меня? Ну, пусть будет 3.11.1. А, даже привязать ее, сори. local.jango. О, работает. Теперь, pip install.ru pip setup tools. Ну, я просто напоминаю, что надо обновлять периодически инсталлятор, либо pip 3, может быть. В Вене, наверное, имеет смысл Anaconda установить, и там через интерфейс Anaconda необходимые элементы добавятся. Pip install.ru.jango.co. Cutter.redis. Что там еще надо было? PostgreSQL. Ну, по greSQL он, наверное, сам установит. Это драйвер. Redis не знаю, зачем он, но... А, ли, это сама программа должна быть. Давайте пока посмотрим, что такое Redis. Ну, вспомним. Redis.io KeyValue хранилища. Хранилища, отображающий ключ на значение. Зачем он в этом проекте, не знаю. Ну, посмотрим, зачем можно его выкинуть сюда. Так, вот он установился здесь. Так, копикатеры. Теперь генерируем проект. Кокикатер. GitHub. Копировать. Посмотрим, получится или нет. Вообще, по умолчанию, когда проект в Django создается, то stdp, это название проекта, ну, только так. dg testdb, как называется? description. Description. Behold, my awesome project. test jungle client for post gary sql database test author the main name imp ist lan это не обязательно выбивать я думаю хотя кто его знает email version 001 скромно лицензию мид это значит можно копировать ваш код использовать коммерческие это в принципе тоже самое ну в целом это говорит о том что нельзя так делать и любое производное из вашего проекта должна быть строго под этой самой лицензией это я не могу сказать но open source то закрытый проект ну пусть будет например я люблю 300 и чтобы не париться кт windows что значит windows через windows вот этот мин работает ли под виндой наверное ну пускай будет ноу да юс пайчарм использовать ну мне принципе не надо думаю что те кто пайчарм пользуют пожалуйста можно здесь есть поставить докер мы не используем версия 14 у меня стоит на машине cloud провайдер мы не будем использовать я принципе тоже можете зарегистрироваться select mail service я думаю что наверное 9 использовать асинк но нам сейчас не до асинка дрэф даже не значит к фронтенд пайплайн но он джанга компрессор гульб в пак а но это то что используется для создания одностраничных приложений ну я в мир рискнуть есть четыре поставить я не верю что он мне реально нужен так силу и вот силу и чанга сейчас посмотрим силу реку вот язык воде сам болт плюс индекс моделс так сейчас поищем от систем распределения задач 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 но нам тоже не до нее особо на особенно поэтому так mailhawk не будем использовать white house хироку это тоже серваки какие-то ци тулс трэйс клуб гитхаб что-то тут как-то сильно много настраивается теперь keep local environments in vcs хранить локальные переменные ну хорошо пусть хранит он в гитхабе дебаг пускай есть нам это как раз важно здесь так ну я тут заново перенабью пока вот исправлю вот в этом месте white house буду использовать не знаю нужен он мне или нет но пусть будет вот я указал white house дебаг с он металлазит он так хорошо тел чё там вроде есть надо посмотреть что результате получилось ты читаешь ты б б наш целый огромный пакет даже ведь мид это генерировался указано как запустить замечательно конфиги документация даже есть с индексом замечательно локаль requirements кстати в отдельной директории даже сделали base local production утилиты даже так можно централизованно по всей операционке грузить это если не делать виртуальную машину ну и тут java скрипты так ну ладно это значит хорошо сейчас попробую запустить так сравним с тем что нам предлагает непосредственно так выходим ну это другой способ проверить можно тоже попробовать использовать так ну это вроде как мы уже сделали получается с генерировали прочитаете чё к чему хотя можно вместе почитать это директории сайта manage это утилита при помощи которой осуществляется управление проектом территорией которым находится сам проект а у нас получается это чё такое так и нет так это нет файл который делает из нашего май сайта пакет или модуль до получается сеттинг с конфигурационные файлы давайте кстати попробуем а не получится давно я не работал в оконных конструкциях раскладывается нет сейчас я настрою так что можно было два окна видеть одновременно tg vs.io ну вот здесь тоже есть получается init static templates users utils а тут наверно еще всякие пользователи присутствуют templates так что у нас тут settings вот я их что-то не вижу sites migrations какие-то набор каких-то миграций даже тут есть а вот тут они разбиты получаются на отдельные куски а вот тут они разбиты получаются на отдельные куски может быть кстати да слишком какой-то сложный вариант получился но разберемся то есть это вроде как нечто уже отработанное этим надо пользоваться накопленный опыт значит urls посмотрим тоже у нас два urls есть один в юзер с другой в конфиг а sgi entry point for sgi compatible web server для bsgi так у нас наверное bsgi так называемый должно приложение генерироваться вот application и он возвращается так ну в общем примерно понятно то есть тут просто несколько подпроектов есть а мы можем свой создать подпроект так start project my site пробуем запустить да теперь питом manage так они там надо кармелия старт сервина здесь важный момент так как в иглу у нас прокси находится которая распознает порт 8080 нам нужно его запускать в иглу под каким-то другим портом 8888 у нас занят так ну будем теперь с этими ошибками смотреть нам нужно сделать так чтобы он запускался по другим номерам как раз так 0 0 0 0 номер 8 8 9 9 вот это номера нам надо а мы же там есть территория с requirements пип install pgr сейчас их все установим timezone pillow 0 криптография это наверно пользователи еще хранятся вот ладно в общем ставится все остальные тоже поставлю local это скорее всего если этот компонент динамического интерфейса ставятся генерируется локально а вот а куки катер еще я тут не досмотрел оказывается собственно туториал есть вот он local устанавливается гид и нет надо сделать только в правильном директории вот я вышел в корневой директории проекта правда правда теперь гид и настоятельно рекомендую пользоваться гидом при коммит какой то куда взялся что это такое install install ну ничего нету так базу данных у нас создана это нам не нужно делать pre-commit hooks existent mineralize project as a default pre-commit site что это такое посмотрим быстренько понятно это короче скрипты которые наблюдают за качеством вашего программного кода ну в принципе можно тоже попробовать поучиться что к чему здесь забавно век живи век учись так это все есть set environment variables for your database database url postgres паспорт и так далее сервере брокер уроков общем тут можно не устанавливать что эта штука удобно да в частности хотя бы потому что я могу спокойно лекции читать и использовать значит скрытые пароли для того чтобы их здесь не показывать поэтому сейчас быстренько эту установлю конструкцию и потом будем дальше смотреть вот эта база данных тест мы ее вот сюда вставляем так это порт на котором висит наш постгресс это адрес но здесь надо убить нашего db-юзера здесь тест db-юзера здесь пароль убьете вместо вместо того что в скобках угловых так ну я значит эту переменную установил идем дальше так checkout settings page for a comprehensive list of the environment variables это какие-то дополнительные можно там еще посмотреть если кто не знает что такое переменные среды это глобальные перемены которые передаются в вашей программе операционные системы при запуске из них можно значение брать и смотреть ну как то использовать в общем много тут чего интересного есть apply migration ну давай apply migration сделаем надеюсь он там ничего нового нам не создаст но если создаст ничего страшного correct timezone settings акт так ну ладно сейчас мы это исправим обратно на кремнич еще timezone у нас находится на википедии вот здесь копировать адрес что делаем этот timezone и надо нам в Иркутск найти хе хе да не тут то было сейчас поищем ну я думаю что это мск плюс 5 попробуем тоже неправильно попробуем rkt вообще это так в линуксе наша временная зона до Иркутска так зачем он сюда перешел ты уже не знает его что если надо тогда utc плюс 8 ставить а другого способа нету x rkt dc c плюс 0.8 0.0 0.0 открываем срабатывает интересно Тоже не хочет, да, плюс 0,8, без нулев, c плюс 8, все Оно не хочет, странно, ну давайте УТЦ пока оставим, а потом уже, потом будем дальше с ним разбираться Ну вот, это я неправильно пользователя вел, сейчас я environment поменяю То есть вместо dbizure, db-student у нас Ну и тут пароль Так, подключаться не хочет, сейчас будем смотреть, вручную пытаться это сделать Ну вот у меня получилось, вот строка, в конечном счете, для соединения следующего вида получилась То есть без порта, просто localhost, таблица test, у вас будет своя таблица, вы должны предварительно создать И вот она внутри, еще она создавала нам еще таблиц Вот, в принципе, ничего за этим страшного, наверное, нет Схема Схема Надо только обновить ее Так вот, refresh publish Public Tables 19 штук Django admin Content Session Site Social account User Хе-хе-хе-хе-хе-хе Это к нашим employ Department еще Ну ладно, сейчас главное запустить нам этот проект свой То есть на них просто можно, не обращать внимания, когда вы будете свою лабу делать мы его запускаем сервер сервер получается 5 из корневой папки или директория нашего проекта здесь я хочу сделать 8 8 9 8 0000 это значит что к нему может подключаться кто угодно здесь ваша машина вдруг в интернете доходится к вашей машине может подключаться кто угодно так я у себя дома соответственно мне нужно mps-salon 8 8 9 8 так и сразу же у нас ошибка exception invalid тут мы в джанго должны разрешить к себе подключаться для этого нужно в сеттинг найти all with hosts ищем all with hosts какой их наверное local all with hosts а чему мне понравилось eslan.ru так в смысле возможно именарное название что ли es ну попробуем production на всякий случай тоже добавим ага а ну это тот плюс вот этот еще забавно все равно смотрим что еще от нас хочет нужно сгенерировать в паковские вот эти все ассеты по-русски трудно сказать ну то есть это средства для создания сайта так вот сейчас мы разберемся надеюсь на это несколько дней не уйдет это еще нужно суперпользователя создать поэтому manage create super user ну это чисто на этом сайта ну это чисто на этом сайте можно админа пассажир пассажир отлично так как этого пакета организовать вот если вы взяли в качестве опции webpack или gold вот тогда вот такая фича макшура так и зачем мне но уже из 16 версии она это чтобы нпм у меня был просто так и прочих труд запустите нпм install это кстати тоже можно довольно долго длиться now with your virtual event activated start the application by running npm run dev loading enable ну вообще замечательно да мы можем стиле википроить javascript там накручивать делать одностраничное приложение ладно мы ждем как установить все вот третье дело решил посмотреть структуру проекта с точки зрения пакета ну тут что то я не вижу setup.py значит наверно нет ну наверно его просто можно добавить и потом запустить импортировать его как проект так тут у нас все готово а можно еще продейдить нпм правда не знаю как это выглядит что он то у меня централизованно ну да не получается надо как то локально устанавливать с другой стороны это нам не нужно а что там мы же не собираемся одностраничное приложение разрабатывать так что там у нас нпм run да def npm run надеюсь он джангу тоже запустит джанг 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 администраторы просто ничего не умеет делать джанг 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 не Но тут что-то не работает, по идее должно быть все красиво и замечательно. Хе-хе-хе-хе. Статические конструкции у нас. И тут я попробовал поменять адрес и порт. Это файл package.json. Сейчас попробуем ее запустить. Здесь параллельно два сервера запускается. Первый это с этими статическими страницами, статическими данными. Вот, кстати, почему-то он. Хотя это может какой-то отладочный. Project is running at... Интересно, что это там такое. Inamalith host header. Так, и второй, что там у нас? Она уже убежала. Proxy created. Ну да, поэтому ничего и не видно. То есть 3000. До localhost. А до этого оно мне, скорее всего, не добивает. А может и добивает. Content not from fatpack is served to public directory. Попробую статически просто все сгенерировать и подключить его просто, чтобы он из джанги статиков грузить. Ну, эти CSS и JavaScript и тому подобные вещи там. Вот, откопал npm run build. Не знаю, будет работать, нет? Ну, вот вроде что это сделал. Сейчас хочется посмотреть, что там в статическом директории теперь. Так, нам нужны статик директории. Ну, там всего один статик. Webpack bundles. А, ну вот CSS какой-то. С мапом. И JavaScript. Нам, по идее, вот этот нужен. Vendors. Так, и в темплейс нам надо посмотреть, как они используются. Vendor bundle. Ладно, сейчас пробуем запустить. Посмотрим, куда она обращается. То есть сам сервер. Начинаю подумывать о том, чтобы с нуля начать. Проще было. А, ну вот заработало. Ничего делать не надо. Ну, что-то другой пользователь. Это то, что мы create super-user сделали. Неверный. Интересно. Это же вторая задача. Узломать пароли. Ну, ладно. А, вспомнил. Тут у меня без этого уже было просто имя. Без домена. Сербак остановил. Я-то думаю, что такое? Ура, сохранить. Подтвердить ваше имейл. Интересно. К этому смог его отправить. Благодарим вас за использование сайта ТСЗДБ. Ага. Это он синтезировал письмо. А кому письмо интересно? Мне. Он, наверное, взял. Из этого, из сетапа проект. В общем, довольно интересно. Home. About. Значит, у джанги есть админ. Не знаю, работаем тут или нет. Работает. Ну, попробуем опять его. Работает, смотрите. Сайты, группы, имейл-адреса пользователя. Значит, здесь получается список тех баз данных или не баз данных, таблиц, которые, структуры которых известны в джангу. В данном случае это то, что было сгенерировано. Вот еще одно окно открыл. И сейчас мы попробуем здесь найти моделл. Все модели. Вот у всего одна модель получается. User. Abstract user. Default custom user. ТСЗДБ. Прямой способ работы с базами данных в джанга это сделать так, чтобы джанга за вас сделал таблицей в базе данных. В данном случае вот создается пользователь. Users. вот и так что-то с ней можно делать, наверное, действие. Удалить выбранные пользователи. А ну вот таблица. То есть имя пользователя nameofuser. Значит, этот почерк значит, что запускается функция специальная из getTexLazy библиотеки и при помощи этой функции можно это поле переименовать на русский язык, например. Ну это уже когда вы будете, например, делать какой-нибудь сайт качественно. Для разных пользователей, для англоязычных, русскоязычных. Полезная штука. Blank true. Надо в документацию смотреть. Максимальная длина 255. Char field. First name known. Type ignore. Это значит, что он создает поля и потом их не использует. Классно им тоже. Но тут еще и другие же у нас есть таблицы. Email-адреса. Группы, например. Вот они-то интересно где. Добавить группа. Twitch and Django. Интересно тем, что можно базовый интерфейс добавления-удаления админский. Уже получить как раз при запуске приложения. Так, ну наша задача подключиться к нашим таблицам. Поэтому мы сейчас заглянем быстренько в get started. в джанге. Это кубикатор все-таки. Ну вот я в Migrations нашел тут кусок, который создает модель site. Но для нее отдельного файла модуль что-то я не нашел пока. В общем, довольно интересно. Интересная такая структура этого проекта. Так, это можно закрыть. Вот он сайт. А, наверное, сайты, которые размещены на данном узле и джанга. Так, нам нужно создать собственный теперь проект, в котором мы будем разрабатывать нашу часть и привязать его к основному. Для этого вот используется Python Manage Startup Pulse. Это создаст директорию Pulse вот с такой структурой. У нас там Employer, да, и отделы. Поэтому мы можем создать проект, например, пусть называется amp. Так, только я, по-моему, не в том директории создал. Нужно. Да, надо сейчас его удалить. Зайти сюда. То есть вот под проект юзер, да? Вы узнаете? Нет, не сохраняется. Вот я зашёл под директорией и в нём создал myNagePy. Вам, в принципе, можно вот в основном сделать директорию, но если вот по этому туториалу по основному делать. По-простому. Так, write your first view. Ну, давайте попробуем наш first view нарисовать. Я тут сильно не буду использовать редакторы. На школьном файл нужен views. Create your view here. From Django HTTP. Import HTTP response. Request hello world, you are the poll index. Теперь нужно зайти в URLs, привязать это соответствующим образом. Так, где у нас тут URLs? Усер в URLs. В URL. Усер в URL. Почему-то находится. ChatFail�од. Усер. Давайте мы его тоже создадим. Shift F4. dépend為. Усер в這個是 . как работает так это нам не надо тоже тоже не надо вот вместо админ нам нужно поставить пусть тут этот views индекс так urls.py надо как-то еще этот urls добавить к основному тоже надо будет разбираться my site urls my site это наверно кодинг который тут urls нет он может в cfg тут что-нибудь есть coverage my.py здесь какой-то по умолчанию есть вот админ конфиг вот он основной конфиг urls в отдельном директории я его нашел получается settings.depack так и тебе нужно найти система например так должна работать что мы берем да вот тут наверно все таки emp и там тогда наверно будет корень поставить include emp . urls не забываем запятую в питоне запятую перед скобками лишнюю можно ставить так тогда наверно вот здесь нам все таки надо сделать вот так ну да видите pulse и здесь соответственно пустая получается ну и теперь можно запустить сервачонг pvt run server так ну если она ничего не сказала то скорее всего все правильно здесь amp а видите работает значит дальше можно идти по этому шаблону так аргумент uq works это все можете посмотреть так следующую часть битбейт битбейт битбейтап сейчас просто посмотрим тут иску лайт используется а нам нужно подбес потому что в нем встроенные процедуры присутствует можно делать создается модулс пыгрик это если мы делаем кошерно да то есть двигаясь по технологии джанга нам бы хотелось еще попробовать импортировать структуру install it application of settings так ну это вот потом то есть первый способ значит автоматом создает когда структуры наших таблиц то вот мы делаем models импортируем из него модуль модулс там находим модул и делаем некий класс там question отображающий структуру создаваемой таблицы на класс python на здесь выбор какой то и вопрос а ну да это у нас пол значит вопрос у него есть текст это char field и дата публикации date time field date published значит почему здесь пробел тоже интересно write в плице choice questions видите мы можем структуру задавать то есть model foreign key то есть это класс наверно да конструкция которая у нас привязывает question вот и в случае если оттуда удаляется вот удаляется что удаляется choice или caution запускается триггер каскадный значит триггеры мы не изучаем поэтому будем считать что это нам убивать здесь не надо что есть текст model char field это уже видели ну и количество голосов волос это целое число дальше что происходит вот этот мы модельный файл сделали models и по идее там нужно это все объясняется и активизация модели должна осуществиться то инкуда your project you need to add reference to configuration class installed app settings apps pulse config а что за pulse config откуда он у меня берется не совсем понятно ну и дальше команда то есть вот мы все сконфигурировали ну разберемся по ходу да дальше make migrations то есть создает специальный файл с так скажем состоянием моделей базы данных и наверное ее содержимого да вот для проекта pulse и вот создаются эти файлы и он называется 001 initial py то есть создать модель question модель choice вот и потом вот собственно происходит создание самой базы данных по этой команде ну тут type migraine manage куда-то она его значит записывает вот и и manage migrate operation perform это наверное просто посмотреть что она будет выдавать something that's following recommended for readability мы прокомментировали для чтения ну это собственно migrate который мы уже делали с той базой которая вместе с проектом пришла она собственно вносит измерения уже в эти измерения ну и еще можно запускать командную строку внутри и импортированных среды всех модулей джанго там выполнять какие-то команды для классов вот тоже очень такое полезное свойство таких сред как джанго да они называются object relational у меня отдельная лекция если хотите можете в интернете найти у меня на канале полезно тем что мы не только структуры создаем таблиц да но и объекты соответствующие объекты можем создавать методы и моделировать предметную область уже на языке высокого уровня да получается а не просто в виде таблиц ну например dev was published recently ну и тут можно update сравнить текущим временем если не больше чем один день то каким то образом на это указывать потом использовать например view так но нам нужно произвести импорт данных то есть построить модель по существующей базе данных поэтому мы идем искать подходящие модуля где-то видел что они есть ну вот нашел утилиту она кажется в комплекте inspect db называется запустил ее сейчас попробуем найти наши конструкции а ну вот он employee появился и и надо искать department всех надо записать в модели в нашей подиректории так сделаем models .py то есть оставить только то что наше то есть опять я не стоит запустил так еще да две точки хорошо хоть можно относительно использовать местоположение вот эти вот то иногда в некоторых пакетах это вообще не не работает так смотрим что у нас получилось аккаунт email address нам не надо удаляем удаляем в общем удаляем все лишнее кроме то что вот department остается когда много удаляем что-ли тоже можно ошибиться janga session вот employee так что у нас в конце есть что-нибудь интересное нету то есть можно подряд удалять так собственно что такое модел да так а тут еще что интересного из by default creates unmanaged что может она не управляет созданием модификации и удалением но нам и не надо да будем считать install decor janga tables а это у него свои тут есть таблицы для хранения какой-то информации не знаем manage migrate наверно не получится сейчас то есть это надо идти вот по этой дальше процедуре то есть у нас теперь есть models вот эти модели так сейчас про cascade еще посмотрим ну not rest defined using foreign that tells Django each choice is related to question Django support all common database relationship one-to-one many-to-many many-to-many one-to-one ничего тут про cascade нету ну так я не вижу по крайней мере так все с этим разберемся инсталлит applications models вот он managed false хорошо в общем мы пока ставим false может быть он из админки еще уберет но ладно посмотрим do nothing to become department так settings разбираемся это у нас еще где было это config settings какой из них settings local наверное да ищем installed applications ну ну ладно откуда он берется base import звездочка джанг джангап third-party local ап локал джетест дб users вот нашли видите джетест дб users это отдельное приложение как с пользователями джангап джангап контент type это наверное джангап это вот это все находится ну вот оно есть third-party crispy forms точные формы botstrap5 вот эти радость тут у нас так теперь наше предложение получается dg test db точка fmb по поводу false config давайте на странице попробуем поискать ее apps поигр а на они где то там есть и пол конферва из тут и пас в общем для то чтобы внимательно все сделать нам нужно сравнить структуру user и структуру amp смотрим ну вот у нас есть amp config здесь users config в принципе они примерно одинаковые поэтому мы можем предположить что можно остаться в рамках вот этого попробовать так предположим это у нас совпадает все но если что мы можем просто добавить конфиг этот make migrations так ну тут pulse это вот это pulse нам нужно dg test db pulse сделать ну я так предполагаю lindlin ls 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 у нас чем занимается она показывает что она будет делать если будем делать такую миграцию ничего не будет потому что мы начнем off написано или false создавать он ничего не будет ну мы можем миграцию запустить теперь всего проекта все вроде как мы синтегрированы и можно пробовать запустить и смотреть что у нас тут поменялось так и будет работать в админе появится наши нет пользователи аккаунты сайт социальный аккаунт а если сделать m админ такого нет значит надо пробовать настроить это я посмотрим что там дальше он сейчас этот шел вариант попробуем так in1 from amp models import там нажимаем employer так employer . objects . 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 это как раз объектный доступ да куча департментов у нас почему-то без ссылок на наши департменты так ладно всем пропустим джанга админ и создание админских сайтов значит админский сайт это сайт на котором можно в принципе вот такие функции выполнять только при помощи интерфейса пользователя выход отсюда control d create super user это мы уже сделали админ тендер админ server джанга регистрация сайт админ такая стандартная функция но надо же сайт админ по какому адресу welcome админ веб-сайт change password logout ну-ка сейчас основной запустим страницу что мы там увидим home about my profile my info с какой-то лекция вставать email не подтвержден но выходить не будем всем админ почему то тут у нас отсутствует и адреса здесь не видно мэйк пол ап модифайл пол бай админ заходим в админ cd-vintage-amp nano-admin-py вот сайт регистер question то есть мы берем principal а вообще не ударил прост совсем еще лишнее import admin я не помню там вот множественное число было если так сработает наверное сработает ну вроде ничего не сказано было кощин а вся админ добавляем что-то я не а вот есть имплой изменить вот имплой в обжиг 401 сиузи видите уже можно тут что-то делать так остался добавить еще департ но они смогли вот ссылка на него есть замечательно сохранить отлично работает прелесть так мы последнее что мы сегодня сделаем это вот этого добавим департмент наверное проект удобнее конечно вам будет в каком-нибудь microsoft visual code редактировать тут уже никаких замечаний нет администрирование джанга вот департмент появился департмент обжиг тимит это история даже есть чем вы историю ну это понятно интерфейс общего вида вы видите да то есть за приемлемое время можно с этой штукой разобраться значит я закинул на всякий случай на гитхаб адрес напишу в сопроводительном тексте видео вот надеюсь было не интересно интересно завтра естественно я повторю очно но только без этих дополнительных конструкций npm а да и вебпака здесь просто интереснее все на самом деле так но надеюсь до следующей встречи